расскажите про историю создания компании почему решились и как это происходило по сути фирма была создана на базе московского офиса добивайзен плинтон когда двадцатом году начались известные события добивайз объявил о том что он уходит из россии фирма собственно было на первом этапе тут все сотрудники бывшие сотрудники добивайз тем самым как сохранили все традиции всю культуру вот добивайз как американской юрфирмы мы так называемые юльфы они стали брать название по гиграционному графическому месту какому-то не знаю национальному напитку и прибавлять легал там условно говоря да там взяли в этом москва-сити консалтинг что-то такое но мы считаем что это вот как раз и дань традиция юридический бизнес это такой личностный бизнес то что фирма названа в части основателей накладывает определенные обязательства такие ключевые ценности отличают вашу фирму от других фирмических фирм которые сейчас есть на рынке когда были созданы эти новые фирмы да вот появилось понятие не ульфы да то есть фирма которая имеет какое-то происхождение связано с международной юридической фирмы и вот и за эти два года там какое-то было вот обсуждение в юридическом сообществе по поводу того чем не ульф отличается от рульфов основу этот в том качестве в той культуре которая была заложена в иностранных юрфирма и которую мы сейчас поддерживаем в новых фирма и с одной стороны как бы кажется что такие общие слова там качество культура на практике это все выражается как бы взримом отличие клиенты это очень сильно чувствует и вот казалось бы там 22 год как раз был такой тестовый года то есть все международные фирмы ушли казалось бы звездный час для классических рульфов там идея забирая всех клиентов но этого не произошло и клиент которые исторически работали с международными фирмами они остались нами из-за этого то есть вот они ценят то качество контроль качества которые вот у фирме да какие-то вот вопрос культуры и этики там не знаю повышенное внимание конфликтам интересов к конфиденциальности к аккуратному оцениванию рисков и так далее из-за этого получается что на практике к нам приходят самыми там интересными самыми крупными сделками на рынке стоимость там миллиарда долларов то есть в прошлом году например делали обратный выкуп для полюса на 6,5 миллиардов полюс золота да но он сейчас пользуется просто называется 6,5 миллиардов долларов крупнейшая была возможная сделка там в прошлом году перевозили в россию холдинговую компанию быстринского блока это вот часть норникеля тоже компании которая оценивается несколько миллиардов долларов вот этот опыт работы над такими сделками он воспроизводится и это позволяет нам также привлекать лучших юристов на рынке да какие основные практики в вашей компании на у нас восемь основных практик первое наверное самое главное с точки зрения объемов работы и исторически первое которое появилось это корпоративная практика вот деви войс начинал как манай-бутик в россии потом чистое манай направление расширилась до корпоративной практики где и совместное предприятие и корпоративное управление и мотивационные программы для менеджмента ну все что вокруг строится вот поэтому корпоративная практика она самая давняя самая занята исторически всегда и сейчас тоже самая большая вторая практика это практика недвижимости она у нас вторая появилась и и и хронологически тоже больше 20 лет насчитывает а появилась она на проекте строительство терминала дэв шереметьево у нас на тот момент крупнейшим клиентом одним из крупнейших клиентов был аэрофлот и поскольку авиационная практика у нас была очень такая выдающаяся на рынке первоместа занимающие мы помогали им реструктурировать воздушный парк вот они нам доверили проект был уникальным больше десяти лет длился мы делали по моему все что там можно было сделать это и вопросы вообще структурирование проектов и строительство и проектирование управления проектами и аренда ресторатора вы аренда дьюти-фри ну то есть поставки прямые там багажной системы поставки телетрапов я до сих пор когда мы проезжаем терминал особенно с детьми это всегда очень приятно показывает а знаете что там три этажа вниз багажной системы я вообще помню сколько он стоит и какие-то проблемы были вот это конечно практика недвижимости в тот момент меня захватил с головой до сих пор это моя любимая практика может это ощущение причастности к чему-то вот такому возводящемуся на твоих глазах то что остается потом на десятилетие это непередаваемое чувство и когда слова по рынку пошла и потом на базе нашей работы по этому проекту нас начали нанимать начали нанимать на другие строительные проекты мы делали стройку там галереи на площади московского вокзала в питере выстроили многофункциональные складские комплексы производственной мощности то есть настолько всегда каждый проект уникальный каждый интересно третье практику регуляторная она максименко мой партнер ее возглавляет эта практика как и большинство ильфов наверное начиналась с антимонопольной практики вот и она когда к нам пришла в фирму она вот пришла именно на это направление с богатым очень опытом работать на польной сфере но постепенно постепенно в последнем время вообще с какую-то сумасшедший скоростью в рамки регуляторной практики начали добавляться еще и еще еще вопросы сейчас это тоже одна из самых активных наших практик и за этой практики отпочковала самостоятельно практика цифровых активов цифровая практика очень интересной в этой сфере конечно очень много хайпа еще может быть в меньшей степени работой чем хайпа но Но все, что делалось, и выпуски цифровых финансовых активов, и регистрация операторов, платформ и так далее, мы ко всему практически были причастны. Где-то в большей степени, где-то в меньшей степени, где-то своими руками делали, где-то Second to Two сдавали. А эту практику тоже Анна возглавляет, и тоже такая очень интересная практика. Пятая практика – страховая. У нее тоже такая интересная история. В России страхование ответственности директоров не развито было. И вообще сам по себе концепт ответственности директоров еще до 62-го плена не была так развита. А выходя на зарубежные биржи, требовали там этот полис, как одно из условий прохождения листинга. Поэтому клиенты, которых мы вводили на биржу, просили нас заодно посмотреть на полисы страховые в этой сфере. У нас была отдельная страховая практика в Лондоне, которая этим занималась. Но поскольку это были российские клиенты и российские риски, российских директоров, соответственно, мы потихонечку начали к этому подключаться. И чем больше была локализация российская, тем больше был риск того, что полис надо подчинять российскому праву. Мы начали переосмысливать это в российско-правовой специфике, поняли, что вот эти модели лондонские страхования не работают. Нельзя просто взять модель полиса страхового и внизу поставить что-то российское право и вперед. Поэтому мы начали переписывать. А полисы боролись со страховщиками. Какое-то время думал вообще в бронежилете ходить. Шучу, но тем не менее, конечно. То есть мафия страховщиков. Прям были ожесточенные споры и вообще такие непростые. Но это в итоге вылилось, во-первых, в глубокое взаимное уважение со страховым рынком. А во-вторых, в тот продукт, который, по сути, так и известен на рынке, как Дино Полис по модели Деби-Войс. И на этом родилась наша страховая практика. Потом мы начали делать другие сложные страховые продукты. Это и киберстрахование, которое сейчас тоже примерно находится на том этапе, как... А что это такое? Страхование киберриска, оно комплексное. То же самое, как Дино страхование, оно уже комплексное. Там и страхование финриска, и страхование ответственности, и страхование от прерывания деятельности. Например, когда в результате инцидента какое-то время компания не осуществляет, или не в той мере осуществляет свою деятельность, как раньше. Это страхование имущества, это страхование данных, которые могут утечь в результате киберриска. Огневые риски, вот то, что все, кто так мог и не мог, погорели. Вот у всех стало актуально страхование имущества, к которому раньше относились достаточно формально. Падение беспилотников сейчас тоже со страховым рынком уже целая война идет. Насколько это военный риск, который традиционно всегда исключается, или это не военный риск. А если это залетело глубоко на территорию России и ударило по лэпу, лэп упал, и поставка электричества ограничилась или прекратилась на какой-нибудь завод, завод встал. Вот что являлось страховым случаем? Военный это риск, невоенный это риск. Тоже очень интересно. Всем этим наша практика страховая занимается. Отдельно практика разрешения споров. Она у нас на такую интересную судьбу имела в Деби-Войзе. Деби-Войз же все рэнкинги брал всегда как ведущая фирма в Dispute Resolution. Но в России у нас отдельно прям департаменты, направления, практики, а литигационной никогда не было. Мы всегда так подносили снаряды в лондинском офисе, в основном в сфере международного арбитража. А так, чтобы ходить в российские суды, а чтобы инвестор-арбитражем заниматься, вот этого не было. Мы всегда это лелеяли как мечту. Наконец мы ее реализовали. То есть мы не с нуля начали, потому что вот этот опыт помощи в лондинском офисе он был. И люди, которые хотели делать Dispute Resolution и умели как минимум в виде помощников его делать, у нас были. Но так, чтобы это была прям целая команда, которая умеет все. Это вот у нас только сейчас материализовалась наша мечта. Две последние практики. Коммерческая я, наверное, кратко скажу, потому что она отпочковалась, по сути, от практики недвижимости. Потому что в рамках практики недвижимости возникала потребность в каких-то нетиповых договорах, начиная с поставок, которые часто идут рука в руку со строительством, аренды. Потом какие-то франчайзинговые договоры. Нас просили посмотреть какие-то лицензионные договоры. И вот эта копилочка разного типа договоров, она и создала, или опыт, разработанный над разными типами договоров, создала основу для коммерческой практики. Мы ее отдельно выделили. По персоналу она во многом пересекается с практикой недвижимости. Но позиционируется и накапливает опыт как самостоятельная практика. И последнее – это финансовая практика. Здесь мы тоже делаем все виды финансирования. Это и корпоративное финансирование, и проектное финансирование, и asset finance. У нас исторический акцент был всегда на asset finance, финансирование активов, и в авиационной отрасли. Сейчас мы стараемся расширить это, выйти за рамки авиационной отрасли. Тем более, что там сейчас, конечно, затишье с финансированием, приобретением новых судов по понятным причинам. И у нас второй акцент был – это корпоративное финансирование. Мы всегда представляли заемщиков. Сейчас мы стараемся представлять и банки тоже, потихонечку начинать работать на вторую сторону. Стараемся расширить свой опыт в проектном финансировании. Мы сейчас смотрим на расширение нашей команды в этом управлении тоже. Поэтому здесь у нас, наверное, скоро будут тоже новости для рынка. И мы усиливаем свое финансовое управление. Таких у нас 8 практик самостоятельных. У нас нет жестких границ между практиками. Это, в общем-то, свойственно американским компаниям. Если так глобально совсем сравнить, потому что компания-компания рознь, но если такую глобальную модельку брать, то американцы, всегда стараясь генералистами держать своих юристов, а англичане больше выделили департаменты. И мы, как истинные американцы в ДНК, в нашем историческом дебивозе, мы стараемся тоже максимально генералистами держать. То есть акцент у всех ребят есть, на команды все поделены, опыт накапливают и обучаются в направлении своей практики. Но всегда, когда есть возможность как минимум над смежными вопросами поработать, мы это стимулируем. Ребята сами хотят, и мы это как плюс видим. Поэтому здесь вот не то, что попал в эту практику, и только вот это всегда будешь делать, и не будет возможность себя попробовать. Особенно для малышей, потому что понять на начальных этапах карьеры, куда сердце, почему сердце лежит, всегда сложнее. Поэтому мы стараемся, чтобы малыши попробовали себя во всем. Коллеги, расскажите, какова стратегия фирмы в отношении инновации? Говоря про инновации, мы обычно понимаем два блока вопросов. Первое – это то, как мы работаем над сделками, над какими проектами мы работаем. И здесь речь идет об неких инновационных подходах, не бояться делать новое. Мы действительно много сделали того, что было впервые на рынке. Мы поподробнее расскажем тоже. А второе – это развитие legal tech, то модное слово, вокруг которого много хайпа. Мы тоже пытаемся наполнить содержанием и что-то новое, инновационное в этой сфере тоже использовать. Мы, когда стали самостоятельной юридической фирмой, то, мне кажется, одна из первых вещей, которые мы обсуждали на нашей встрече – это как раз legal tech, повышение эффективности. Обсуждали мы это на фоне ухода многих западных провайдеров из России, потому что мы столкнулись с какими-то базовыми проблемами, такими как отсутствие файлинга документов, к которому мы привыкли, менеджмента документов, потому что все этого в России больше нет. Мы увидели, что в России на самом деле эта область оказалась неразвитой, потому что не было потребностей, все закрывалось западными компаниями. Оказалось, что просто этого нет. Мы стали искать, смотреть, а потом мы подумали, что, наверное, это базовая потребность. Конечно, мы ее отчасти решили, какие-то вопросы решаем, но останавливаться на этом решении мы поняли, что мы не хотим. И мы поняли, что мы хотим иметь стратегию. Когда мы обсуждали наше видение юридического рынка, мы все единогласно согласились с тем, что за инновациями, за легалтех в будущее, потому что юридический рынок не может остаться неизменным, тогда как меняются технологии, все уходит в цифру. И мы, как юристы, должны быть готовы к тому, что какие-то, не какие-то даже, а многие вещи, они изменятся и заменятся искусственным интеллектом, который будет проходить машинное обучение, неровные сети, и, соответственно, он будет другим. И мы должны быть к этому готовы, поэтому это, безусловно, часть нашей стратегии. Мы сейчас активно на это смотрим. Мы смотрим на это, начиная как бы там с маленьких шагов, но мы понимаем, что перед нами большая дорога, которую мы готовы проходить для того, чтобы не потерять наше значение для клиентов и стать максимально полезными и эффективными для них. Мы пишем свой первый продукт, контрсанкционный дайджест, она про него поподробнее расскажет. И это только первые шаги, которые мы делаем. Четко видим, куда в этом плане надо двигаться. И у меня прям такая визуализируется картинка, когда через несколько лет у нас будет, условно говоря, столько же айтишников, сколько юристов. Потому что действительно клиенты работают быстро, клиенты внутри автоматизируют процессы, клиенты ожидают скорость работы, соответствующие своих внешних консультантов. Эту скорость обеспечить невозможно, если ты эти процессы не автоматизировал по максимуму внутри. А готовых решений для автоматизации, хоть и декларируется, что вроде бы то есть и это есть, но на самом деле вот тех, которые внешнему консалтингу бы подошли, их практически нет. А первая часть инновации, о которой мы говорили, это такой инновационный подход к услуге нашей с точки зрения тех юридических подходов, которые мы используем. Здесь тоже можно похвастаться и в бытность ДиБиОйс, и сейчас в бытность ККМП предлагаем многие прорывные для рынка решения. Если вспомнить еще со времен ДиБиОйс, например, мы делали первую самую большую на рынке S&D, покупки башни эволюции, как раз здесь в Москве-Сити, для нашего клиента Транснефти. А S&D в принципе в тот период, они сейчас не так развиты, как Шевердел, но на тот период их было считано единицы, а это была самая большая сделка, именно сделка по покупке актива. Мы ее структурировали как сделку по покупке актива. Тренд по развитию легалтеха, он глобальный, потому что мы, конечно, будучи выходцами с глобальной юридической фирмой, мы посмотрели, что происходит за рубежом. И мы увидели, что все международные юридические фирмы, у них этот фокус есть. Кто-то даже специально себе сделал юридические лица, которые именно занимаются разработкой инноваций, и это решение для самой основной фирмы. То есть это, безусловно, мировой тренд, и, конечно, нельзя остаться от него в стороне. Второй момент, я хотела обратить внимание, что, конечно, мы видим возможные изменения роли юриста. С развитием IT-решений у юристов, наверное, возможно, в будущем будет задача как раз разработки программы совместно с IT-специалистами и ее дальнейшее обновление, усовершенствование. Потому что, безусловно, IT-специалисты без отрыва от юристов это сделать не смогут. Роль юриста, конечно, в коммуникации с клиентом, в участии в переговорах, я верю, она останется. Потому что очень важно, чтобы с тобой был человек, не какой-то искусственный интеллект что-то себе рассказал, шепнул, как нужно. Мне кажется, это важно. Надеюсь, это останется. Но целый ряд функций, он все-таки, мне кажется, уйдет в какие-то программы, которые юристы будут апгрейдить, разрабатывать. И то, что мы увидели на данный момент, что, мне кажется, очень важно, что между IT-специалистами и юристами по сути диалог все эти годы отсутствовал. И для того, чтобы айтишник мог создать продукт, он должен понимать, что нужно юристам. Юристы должны быть задействованы. И он должен понимать вообще, что продукт нужен, что он может достичь, какой от него будет эффект. Вот этого, мне кажется, не было и, наверное, нет сейчас в полном объеме. Но я уверена, что, конечно, движение будет в этом направлении. Поэтому, наверное, мы будем смотреть скоро не только на молодых юристов, но и на молодых IT-специалистов к себе в команду студентов, не знаю, которые смогут уже начинать работать с пониманием того, что нужно нам, разработать продукты. Почему нет? Стажировка студентов МК, МГУ. Да, да, почему нет? Мы на самом деле уже первые шаги в этом управлении делаем. Мы себе список сделали вузов, из которых нам нужны студенты. Проговариваем сейчас стажировку. Это, да, действительно, не отдаленное будущее. Это уже нынешние времена. У вас есть какие-то признаки, когда проходит, например, собеседование кандидатов? Вот это наш человек, это не наш. Сложно артикулировать, но то, что внутри чувствуется. Как у человека глаза горят, как он говорит о том, что он делает, как он себя видит. Потому что мы всегда этот вопрос задаем. А как вы себя видите через какой-то период времени? Куда вы движетесь? И это сразу чувствуется, резонирует с нашей культурой, с нашим подходом или не резонирует? Потому что когда человек приходит такой весь... Не то чтобы уставший, мы все уставшие бываем, но уставшие систематически. Вот просто вот оно как-то вот так вот все. Понятно, что так будет сложно работать, потому что весь коллектив, он другой. Он очень динамичный, он молодой, энергичный, он амбициозный. Поэтому здесь, да, на таком... На уровне подкорки оно чувствуется, конечно. Причем вот это взаимодействие в коллективе, оно в том числе подразумевает, что все сотрудники, они очень доброжелательные. То есть вот бывает иногда на собеседовании, ты видишь суперпрофессионал, отличное знание, но человек настолько там заносчивый, высокого мнения о себе. И может быть даже это в какой-то мере и хорошо, да, там по отношению к клиенту, демонстрирует там суперуверенность в себе. Но понимаешь, что просто человек не впишется в коллектив, когда он настолько вот как-то по-другому, да, себя ощущает по сравнению с нами. Поэтому вот эти личностные качества, конечно, очень много значили. Максим как раз затронул очень важный аспект, связанный с тем, по сути, наверное, стрессом, который бывает на работе, мы испытываем. И фирма, она не должна, наверное, пытаться создать тебе дополнительный стресс. Поэтому когда ты огружен там людьми, которые, как сейчас, можно говорить, нетоксичны, то это, наверное, очень ценно, в том числе друг для друга и вот для какой-то внутренней коммуникации. И вот один из вопросов, который на собеседовании иногда встает, я его помню на нашем общении с Аленой и с коллегами в свое время, это вопрос отношения человека к команде. Как он относится к своей команде, и как он себя видит в рамках команды. И вот часто, мне кажется, можно оценить человека, вот как он реагирует на эти вопросы. Как вот он себя видит, является ли он тимплеером, является ли он каким-то, наверное, частью целого. И мне кажется, это такие, наверное, как лакмусовые бумажки, которые сразу показывают характер. И часто потому, что человек, мне кажется, теряется, потому что почему спрашивают про команду, а как? И ты сразу понимаешь, ну да, он, наверное, не привык играть со всеми вместе, причем к плечу. Он, скорее, как один. Один в поле не воин. Да? Еще, знаете, частью культуры является, наверное, такая стабильность, которую я имела счастье иметь в лице Деби Войза почти 30 лет. Я как-то помню, ехала с работы, смотрела в том же лифте, достаточно долго в одном офисе были, в том же лифте, в котором я ехала 5 лет назад с работы, 10 лет назад сразу смотрю в то же самое зеркало, понимаю, что у меня за этот период поменялись машины, животные, квартиры, где я жила. Я прическу 125 раз помню, все поменялось в моей жизни. А вот это на работу, с работой, и вот ощущение стабильности, какой-то такой глыбы, на которой я стою, это настолько бесценно. Так что сейчас, когда, конечно, текущие времена привносят все, что угодно, только нестабильность, мы пытаемся создать ту же самую стабильность, даже не создать, а поддерживать, потому что она такая, кроме как то, что большой Деби Войз ушел, все остальное осталось. Мы стараемся сохранять это ощущение стабильности для всех наших сотрудников, и поэтому люди это ценят и остаются надолго. То есть у нас, по сути, такая японская карьера практически у всего офиса. Прошел и остался. 30 лет, 25 лет, 20 лет, 15, у кого сколько, но это всегда долго, это всегда стабильно, это всегда дает возможность развиваться. Вот поэтому во многом это уникальная культура. В основе нашей культуры лежит уважение, прежде всего, к друг другу, уважение к друг другу, здоровая атмосфера в коллективе. Мне кажется, что прежде всего мы создаем для наших сотрудников, нашей культуры, создать очень комфортное место работы, которое позволит каждому индивидуально реализоваться в его целях и начинаниях. Мы подберем курсы, мы ему поможем, мы выделим для него время, мы это, соответственно, профинансируем, потому что мы видим, что это человеку интересно, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы люди развивались. Это очень важно, чтобы человек рос. Потому что если он останавливается, то, значит, он перегорел, он либо уйдет от нас, либо уйдет из профессии. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы человек развивался, и, конечно, развивался у нас. Коллеги, а в чем состоит преимущество работы в небольшой и сплоченной команде? Более компактный размер. Он позволяет больше управлять информацией внутри. Конечно, и она меньше теряется, она более продуманно используется, потому что, конечно, скорость, которую ожидают клиенты при оказании юридической услуг, она растет, по-моему, в геометрической прогрессии. И оказывать услуги так, как ожидает клиент, становится возможным, только если вся база, которую ты до этого накопил, она вся сохранена, вся систематизирована, все ею пользуются. Поэтому вот когда команда достаточно компактная, то эта задача тоже проще решается. Безусловно, мы потихонечку ориентируемся и на рост, и на потребности рынка, но заложить все правильные основы, пока мы достаточно компактны, это очень важно. Поэтому мы, конечно, этому уделяем большое внимание. Дмитрий, на чем вы специализируетесь? Я занимаюсь несколькими направлениями, но, наверное, их можно объединить словом «инфраструктура». И внутри инфраструктуры я и команда, с которой я работаю, мы занимаемся и сделками купли-продажи, и M&A-сделками, строительством и финансированием. Это довольно интересно, и хотя часто юристы ограничивают некоторым образом спектр своей работы, вот в сделках инфраструктуры это практически невозможно сделать, потому что если кто-то хочет приобрести какой-то большой технический объект, ты заранее не знаешь, как он это будет делать. Может быть, он его купит, может быть, он купит компанию, ее нужно будет рассмотреть и проверить. Может быть, он его построит. Иногда такую сделку нужно профинансировать. И клиенты, они склонны к тому, чтобы работать с одной командой, не менять ее на разных этапах. И поэтому в сделках по инфраструктуре нужно разбираться в разных ее деталях и стремиться к тому, чтобы сопровождать весь проект. Поэтому это направление очень интересно, и оно комплексное. Очень здорово, интересно. А можете вспомнить какой-то кейс, который прям вам запал в душу и поразил вас? Уже когда вы работали в КМП? Он был связан с тем, что я очень давно хотел похудеть. Вот. И дополнительно. По-моему, не скоро что-то. А вот, он закончился как раз. Да, дополнительно. Но у меня никак не получалось. И тут вот начался еще один наш проект, и он был настолько интенсивным, что в какой-то момент я вообще перестал уходить из офиса, пугал женщин, которые приходили утром и помогали нам здесь наводить чистоту. Вы ночевали здесь? Было, да, и такое. Вот. А в итоге, да, забывал есть. А в итоге все закончилось тем, что когда проект завершился успешно, я понял, что я как раз достиг своей цели и пришел к нужному весу. Хотя мне не удалось это сделать несколько лет. У вас достаточно большой опыт работы. Что вас поразило при переходе в фирму? Здесь, например, не приходится кого-то мотивировать к тому, что вот ребята нужно сделать, нужно поработать в празднике. Впрочем, наоборот, ты с удивлением обнаруживаешь, что люди могут написать в 4 утра или сами выступить с какой-то инициативой, потому что все очень сильно заинтересованы. И с такой командой работать большое удовольствие. Это очень приятно. Но все-таки фирма мотивирует как-то своих сотрудников. Как она это делает? Я думаю, что очень много моментов. Ну, во-первых, мне искренне нравится отношение и подход наших партнеров. Они очень сильно участвуют во всех проектах, дают моментально свою оценку. И когда ты чувствуешь, что есть такая причастность, есть команда, когда вы все вместе что-то делаете, и вся фирма заинтересована, начиная с самого верха, это дает определенную мотивацию в любом случае. Второе, это, ну, как я сказал, коллеги, которые хотят сами участвовать в интересных проектах, развиваться, работать над своим брендом личным. Это тоже. Ну, и третье, это, наверное, то, что фирма вкладывает для того, чтобы было приятно работать. Например, у нас очень симпатичный офис и большая забота о сотрудниках. Естественно, когда все это вместе складываешь, получаются такие приятные условия, что даже когда возникает выбор, как поработать из дома или ехать в офис, потому что, ну, в принципе, есть возможность работать и удаленно какое-то время, я склоняюсь к тому, чтобы встать и поехать в офис, потому что здесь приятно находиться. Нет, офис у вас очень красивый, здесь на самом деле приятно находиться. Да. Вот в таких фирмах, как наша, не возникает вопроса с тем, что вот я занимаюсь одними и теми же вещами долго, мне довольно скучно, это работа техническая. Здесь такого не бывает совсем. Во-первых, работа разнообразная. Во-вторых, очень... Фирма максимально приветствует и развитие отношений с клиентами, участие в переговорах, и самообразование и прочее, поэтому можно разнообразить свою деятельность и ставить перед собой любые новые цели, идти к ним, а это дает новую мотивацию, и, в принципе, тебе не становится скучно, а это самое важное, мне кажется. Как вы считаете, чем ваша компания отличается от других на рынке? Мне всегда казалось, что у нас просто очень хорошая внутренняя атмосфера, где все друг друга очень поддерживают и очень взаимодействуют как команда. Можно попросить человека помочь, и он очень вряд ли тебе откажет. У нас был очень важный файлинг в Банк России, где нам надо было просто кровь бизнеса успеть подать документы в этот день. А это было связано с многим количеством сложностей, в том числе к санитаризации и подготовке переводов. И для того, чтобы успеть все сделать, мы задействовали, мне кажется, человек пять. То есть один коллега ехал к переводчикам, забирал у них перевод, после этого физически вез это к нотариусу. В это время коллеги из офиса доделывали сопроводительные письма, чтобы их распечатать и отправить уже в канцелярию Банка России. Я с коллегой ехали непосредственно в Банк России для того, чтобы связываться там с исполнителем и вместе со всей канцелярией все это вместе собирать и уже складывать в папку. И такими совместными усилиями мы решили эту задачу за очень короткий срок. И если бы не такое хорошее налаженное взаимодействие, я думаю, что успеха эта операция бы не имела. Но вот после того, как какие-то такие вот вещи получается сделать успешно, я всегда чувствую, что мы победили. Но мне очень хочется, чтобы развивалось наше цифровое направление. С одной стороны, это инновации, новое законодательство, по которому еще нет какой-то практики, а с другой стороны, это возвращение к самым таким глубоким цивилистическим основам, где надо, по сути, хорошо вспоминать теорию обязательств и пытаться ее применить вроде как к какому-то цифровому непонятному инструменту. Хотя на самом деле все по-прежнему основано на тех же самых принципах. Антон, расскажите какую-то самую интересную историю, с которой вы столкнулись за этот год? Ну, вообще, сложно выделить какую-то самую интересную историю, потому что мы часто занимаемся файлингами, это привязано к срокам, и каждый файлинг у нас превращается в план перехвата. Иногда задействуется целая команда, чтобы успеть податься вовремя, что бывает, с одной стороны, достаточно стрессово, с другой, достаточно интересно. Но из своих кейсов я бы хотел выделить семинар, который нас клиент попросил прочитать у них по антимнопольному и торговому праву, это была крупная торговая компания. И основная задача, которая стояла перед нами, это сделать вот этот курс креативно, точнее, семинар. Соответственно, мы для этого собрались у нас здесь в офисе и сняли небольшие ролики, где мы в роли недобросовестного юриста, маркетолога и менеджера по продажам продумывали различные схемы, ну а участники нашего семинара оценивали потом, насколько тайная практика законна и голосовали, соответственно, проходили тест. Вот. По итогам получилось достаточно интересно, получалось держать внимание аудитории и потом генеральный директор подошел и сказал, что действительно семинар удался и было очень интересно и мы разыграли подарки в конце. А вспомни свое ощущение, когда только пришел в ККМП, что тебя удивило, что тебя, может быть, впечатлило? Это сложно сказать, потому что я прекрасно понимал, куда иду, что фирма XDP Voice, соответственно, будут высокие стандарты деятельности, высокие стандарты качества. Что мне понравилось, наверное, это доброжелательная дружелюбная атмосфера, то есть я не чувствовал какой-то тревожности или меня не беспокоили нервы, все было достаточно спокойно, дружелюбно, когда мы собеседовались с партнерами и юристами практики. Здесь совершенно не чувствуется никакой токсичности совсем. Ну, то есть мы еще на первой встрече, когда встречались с Ольгой Николаевной, она говорила, что у нас очень семейная атмосфера, и нам очень важно, чтобы новые люди вписывались в плане какого-то вайба компания. И когда мы пришли, мы сразу это почувствовали, что здесь действительно супер милая семейная атмосфера. Я очень надеюсь, что мы вписались. Слушайте, а как обстоят дела с work-life balance? Удается ли совмещать работу? Потому что по рассказам ваших коллег работы очень много. Мы все ответственные самостоятельные единицы, мы понимаем, что есть внешние дедлайны, связанные с процедурными графиками арбитража, например. Поэтому если мы сами понимаем, что нужно посидеть до ночи, мы будем сидеть. Вы работаете каждый день из офиса, или у вас есть дни, когда вы можете работать удаленно? Как раз до съемок тоже обсуждали, что как-то нам всем комфортнее работать из офиса. Здесь какая-то атмосфера такая, способствующая работе. Поэтому мы чаще ходим в офис. Но иногда тут остаются. Дома. Каким образом ваша фирма гарантирует высокое качество юридических услуг? Это, во-первых, качество каждого юриста, который работает над заданиями клиента. И здесь мы отдельно об этом говорили и будем еще сегодня говорить, как мы подбираем юристов, как мы обучаем юристов, как мы подходим к своим кадрам. потому что конечно клиент идет не только на имя компании, на положительный опыт работы с компанией, на ее репутацию, а и на корзинку аналогичных проектов, которые компания уже сделала. Клиент идет к конкретным юристам. Поэтому юристы это наша основа, это наша гордость, это то, чему мы уделяем большое внимание и качество каждого юриста обеспечивает качество работы фирмы. Я бы тоже хотела добавить, что помимо качества юриста есть еще подход, который есть у нашей команды. И этот подход заключается в том, что мы стараемся быть бизнес-партнерами и коллегами нашего клиента. То есть если мы получаем вопрос какой-то, мы не стараемся просто автоматически ответить от сих до сих. Мы смотрим на него комплексно. Если, например, мы видим, что возможно клиенту нужно было еще что-то спросить, чтобы получить действительно полный ответ на конкретную ситуацию, на конкретную задачу, стоящую перед ним, мы на это смотрим. То есть нам не нужно говорить, что нужно посмотреть еще что-то. То есть мы стараемся предоставить максимальное содействие и максимально подумать, что нужно сделать, чтобы решить стоящую перед клиентом задачу, проблему, ситуацию. И в нашей команде это знают все наши коллеги, все наши юристы младшего уровня. Мы всегда об этом говорим. Ну и соответственно уже там до самого старшего. и это позволяет нам предоставить практичную, продуманную и такую эксклюзивную, я бы сказала, даже услугу. Я бы, наверное, прокомментировал момент, связанный с тем, что важно быть на связи. То есть важно быть постоянно с клиентом на связи, потому что я, наверное, смотрю в первую очередь с точки зрения судебной работы, но большинство наших клиентов ценит то, что они могут в любой момент времени нас достучаться, достичь, уточнить что-то, спросить. Не далее у нас это на майских праздниках один из клиентов просто позвонил и говорит, мне очень нравится то, что у меня что-то возникает, загорелось и я могу до вас достучаться, потому что стандартная проблема, с которой сталкиваются на российском рынке, да и много это вот проблемы с европейскими компаниями, когда ты работаешь, мы в августе ушли и все, никого в августе ты не найдешь. Пишите нам, пожалуйста, в сентябре. И вот, наверное, этот принцип в нашей работе мы стараемся соблюдать как можно сильнее, чтобы у клиента всегда была возможность получить какой-то оперативный фидбэк. Да, мы тоже находим вот тут свою роль, когда мы работаем с локальными консультантами после 22-го года очень большой объем работы с различными локальными консультантами, в том числе в дружественных юрисдикциях, связанных там с вопросами реструктуризации бизнеса клиента. И мы, когда работаем с локальными консультантами, мы стараемся быть единственной точкой входа для нашего клиента. Почему? Потому что мы обеспечиваем контроль качества за тем продуктом, который наш клиент получает с консультантов в различных юрисдикциях. То есть, если мы считаем ответ, и мы его не понимаем, мы будем дальше работать, пока мы не получим ответ, соответствующий нашим стандартам, чтобы наш клиент уже получил финальный продукт максимально высокого качества. В этом тоже вот наша роль заключается, и в последнее время она достаточно такая активная. у нас доходит до того, что мы учим локальных консультантов сейчас работать, потому что, ну, очевидно, с российскими клиентами многие локальные консультанты, те, с кем мы работали раньше, или в рамках больших фирм, а зарубежные офисы сейчас не поддерживают отношения. И, ну, зависит от юрисдикции, но, естественно, мы привлекаем разные юрфирмы. Но мы недавно столкнулись с такой историей, что у нас понимание санкционного регулирования ЕС уже выше, чем у локальных консультантов, только практикуют эти юрисдикции, потому что мы смотрим это через призму там нескольких стран и нескольких санкционных органов, а у них такого эксполжера на рынок, как у нас даже нет. И мы их обучаем в какой-то мере, чтобы дать тот продукт клиенту, который требуется. Еще, наверное, два момента хотела добавить. Первое, что, как и во всякой любой эксклюзивной услуге, эксклюзивном товаре на рынке, не обязательно в юридической сфере, качество – это всегда еще внимание к деталям. Поэтому здесь вот мы тоже и учим своих малышей и уже состоявшихся юристов всегда акцентируем внимание на то, что качество твоей работы – это не только, хотя это в первую очередь, но это не только качество той мысли, которую ты заложил, там, меморанум, документ, это еще и то, как ты подал, это то, как ты доступен для клиента, то, о чем Станислав говорил. Это, условно, как в Майбахе, это ширина стежка и ровный стежок. Вот это должно быть тоже, документ должен быть ровненький. Должны быть все правильные ударения, должны быть все правильные склонения, спряжения. Буквально недавно тоже писал по офису просто имейл, потому что понятно, что договоры в нашей сфере уже никто не говорит. Но есть, например, расхожая ситуация, когда финансовые практики других компаний даже, то есть это не просто юристы, а юристы финансовой практики, говорят «заим». меня всегда это очень коротко, что не подождите, «заем». Именительный падеж – «заем». Поэтому вот вплоть до таких мелочей и все это вместе дает то качество, к которому клиент привык, и то качество, которое позволяет нам говорить, что мы предоставим действительно эксклюзивную услугу на рынке. Сколько ступеней у вас, сколько шагов нужно сделать, чтобы выпустить финальный вариант для клиента? У нас, у нашей фирмы, у нас очень много внимания уделяется как раз учению и поддержке молодых специалистов. Поэтому молодой специалист может быть уверен, что тот документ, который он делает, он не будет отправлен сразу уже клиенту, что у него будет поддержка в лице старшего юриста, в лице партнера. И его документ, он пройдет несколько ступеней до того, как он будет отправлен клиенту. И для младшего юриста очень важно понимать, что его клиентами являются не только и для любого, на самом деле, юриста, а важно понимать, что клиенты не только внешние, но и внутренние. То есть, когда я получаю документ от своих молодых коллег, я их клиент, я читаю этот документ, как будто я клиент. И, соответственно, стараюсь предоставить тот фидбэк, те комментарии, которые задал бы клиент, если бы получил документ в таком виде. На самом деле, вспоминая свой опыт, когда я начинала как молодой юрист, я нахожу это достаточно полезным, потому что это помогает тебе быть уверенным, что ты не один, что это действительно командная работа, что если будут какие-то замечания, предложения, ты сможешь их учесть, и документ действительно будет очень хорошего качества. А качество, как Максим говорил, для нас является одной из наших как бы первостепенных задач и целей, что наш клиент должен всегда получить документ отличного качества. Я, наверное, хотела еще тоже упомянуть, что это корнями, такой подход идет корнями в Деби-Войс. Я когда прошла в Деби-Войс в 98-м году, давно-давно, я тоже прошла вот этот этап обучения, и я помню такое шоковое мое состояние, когда наш партнер, Роб Перкинс, который открыл московский офис, с которым началась история Деби-Войса в России, когда я первую какую-то записочку, даже не для клиента, поскольку я тогда еще студентом была, написала просто в качестве рабочего материала для того, чтобы юристы дальше базировались на нем, что-то анализировали, он меня позвал к себе в офис, там лежал перечеркнутый, там весь переписывал этот документ, и мы с ним сидели, ну, час, наверное, он меня проводил по этому документу, объяснял, что почему это не так, почему это не так, почему вот это должно быть иначе, здесь почему нужно по-другому вопросу задавать, по-другому вывод формулирую, для меня это, конечно, такая школа была колоссальнейшая, когда не просто тебе, а ты видишь, что уже результат твоей работы пошел к клиенту, исправленный, хотя это то, что чаще всего на самом деле случается, и тогда мы говорим ребятам, чтобы они сделали редлайн, и у нас тоже, как правило, внутреннее, сделай редлайн того, что ты сделаешь, что ушло к клиенту, и пройдись, и подойди, если есть вопросы, но, конечно, высшая марка, это вот так вот, если есть время, и постараться выделять время для того, чтобы с этим редлайном сесть с человеком и его провести, это может быть один раз, это может быть там несколько раз, это не обязательно систематически делать, но это будет вот таким хорошим уроком, запоминающимся, и какой-то основой, вот как у меня эта основа в 98-м году заложилась, и до сих пор я это помню, до сих пор я за это благодарна, до сих пор я считаю Рода Перкинса не просто руководителем моего работодателя, первого единственного, а моим учителем, на самом деле, в полном смысле слова, в юридической профессии. В ККМП очень поощряется образование сотрудников, если Алена Николаевна, Максим, замечают, что кто-то из сотрудников, у него есть потребность в том, чтобы получить любое дополнительное образование, они всегда это поощряют, в том числе, да, спонсируют те или иные образовательные мероприятия, для меня это очень ценно, потому что постоянно хочется изучить что-то новое, попробовать что-то новое. У вас тут очень хорошенькая выдра. Это какая-то ваша мотивация на работу? Или антистресс? Да, можно сказать, что это наш талисман, я его называю оторни, потому что отор это выдра и оторни, и вот отор и оторни, оторни. стас его привез из Таиланда и вот так он тут и остался. Я просто очень люблю азиатских выдр, и поэтому как нам тут прижился, да, они очень милые. кто за картина? Не сделал ничего, значит, не сделал плохо. Эту картину мы подарили нашему коллеге Алексею Чернышеву. С обратной стороны написано Леша свободный от забот. На самом деле это потому, что у Леши много забот, и мы хотим хоть какой-то баланс немножко создать. Хоть как-то его освободить. Да, да. Вот там футболка у ленивца, например, это Лешина. То есть это такая индивидуальная картина, его любимое пиво также стоит на столе. Какие у вас планы на ближайшие пять лет? Вы хотите развиваться в компании или, возможно, уйти открыть свою практику? Я, например, пока что вижу себя больше в компании. Ну и помимо этого так же, как что поощряется, в принципе, как Наташа уже говорила в ККМП, я вижу себя еще в науке, то есть планирую еще поступать в аспирантуру и, наверное, так же развиваться как ученый. Я тоже однозначно вижу себя в компании. Я сейчас пишу диссертацию в сфере международного инвестиционного арбитража. Уж надеюсь, что в течение пяти лет я смогу ее защитить и дописать. Я бы хотела в дальнейшем совершенствовать свои навыки в сфере, как в сфере международного арбитража, hard skills, так и навыки управления командами, навыки менеджмента проектов, брать на себя больше ответственности, вести самостоятельно проектом. Как фирме удается поддерживать профессиональное развитие и не препятствовать росту сотрудников? Кто-то там диссертацию захотел защитить, кто-то на MBA может быть поучиться. Расскажите про это. Качество нас, как юрфирмы, это качество каждого юриста у нас в юрфирме, поэтому профессиональному развитию каждого юриста мы уделяем очень большое внимание. И мы уже ввели у себя такую интересную систему, которая ОКР называется Objectives and Key Results. Система вообще появилась в Силиконовой долине в прошлом веке еще среди IT. На тот момент не гигантов, сейчас они гиганты, во многом, наверное, им помогла в том числе эта система так вырасти. Когда они задумались о подходе, который заменяет KPI, потому что KPI это все-таки достаточно механистический подход. KPI спускается сверху, они обычно вплоть до каких-то числовых показателей ориентируют на узкую задачу, которая спущена сверху человека. И как вот в Силиконовой долине, когда амбициозные IT-специалисты создавали тех, кого мы знаем сейчас как IT-гигантов, они почувствовали, что в таком амбициозном коллективе, при таком прорывном развитии рынка, вот так оно не работает. Спускать сверху какие-то KPI, ориентировать человека на какой-то узкий коридор, это неправильно. Надо с каждого человека брать по максимуму, зажигать его, чтобы он понимал, куда плывет большой корабль, был частью этого корабля. И вот они придумали Objectives and Key Results, как замену, по сути, KPI, и система, которая устанавливает цели и ключевые результаты, которые в рамках для достижения этих целей нужно достичь. Соответственно, мы перечитали литературу, посмотрели, кто на рынке это делает, среди наших коллег по цеху пока никого не нашли, если я не ошибаюсь, никто еще ОКР не вводил, но среди наших клиентов и больших компаний есть те, кто действительно уже этой системой пользуется и масштабно пользуется, поэтому мы решили тоже себя попробовать. И мы сначала установили, обсудили ОКР, цели, ключевые результаты для фирмы, причем здесь тоже как часть нашей культуры хотела подчеркнуть, что мы изначально, конечно, основу заложили при обсуждении партнеров с участием советников, а потом обсуждение вот этих целей и ключевых результатов, которые перед собой ставит фирма на год мы решили сначала планирование на год делать как в тестовом режиме, мы решили привлечь всех юристов и даже помощников юристов. Для них, конечно, это было очень необычно, когда мы их пригласили на стратегическую сессию и когда мы рассказали, как мы себе это видим, попросили поделиться своим видением, вот где они видят фирму через 5 лет, как они видят фирму через 10 лет, на что важно сейчас уже поставить акценты. И в таком взаимном обсуждении у нас родился документ, который мы называем целями и стратегическими и ключевыми результатами фирмы, и потом на основе этого документа мы попросили каждого юриста подготовить для себя индивидуальный план развития, ну или индивидуального КР, поставить себе индивидуальные цели и ключевые результаты, которые для этого юриста в течение года будут ориентиром. Конечно, это тоже был второй шок из того, как мы всех позвали и заставили и дали возможность участвовать в развитии стратегии фирмы. Вторым шоком был супернат какую-то свою стратегию написать. Но на самом деле это такой тоже выход за пределы текучки, когда вырываешься из потока работы и пытаешься посмотреть на себя, то есть ты уже понимаешь фирму, куда плывет большой корабль, а потом пытаешься посмотреть на себя, на этом большом корабле. А какую, во-первых, я могу нести лепту в то, куда плывет корабль, а что я могу еще дополнительно, о чем, может быть, даже фирма не подумала, но мне это интересно сделать и как-то вплести это в канун развития фирмы. Вот. И у нас у каждого юриста и помощника юриста теперь есть индивидуальный план развития на год, где прописаны вот те задачи, которые каждый юрист себе поставил. Изначально большинство подошли очень ответственны к этому в том смысле, что поняли индивидуальный план развития как исключительно индивидуальное развитие целей, поставленных для фирмы. То есть, по сути, разобрать себе по кирпичикам то, что для фирмы поставлено и закрепить за собой как за ответственным лицом. Но потом пришлось еще раз тоже со всеми встречаться и говорить, сказать, что это, конечно, важно, это, наверное, в первую очередь важно, но нам еще важно увидеть то, как вы себя именно видите. Действительно, вы хотите, может быть, в этом году у вас план диссертации защитить, может быть, экономическое второе образование получить, может, когда над какой-то статьей работаете, которая, может быть, не обязательно идет в русле той практики, которой вы занимаетесь, может, язык еще хотите какой-то выучить. Кто-то больше любит выступать, кто-то не любит выступать, кто-то больше любит учить, кому-то совсем не нравится кого-то учить, поэтому давайте почувствуйте себя, ну и плюс закладывая себе вот эти цели развития, смотрите, куда вы идете как специалист, где вы лично хотите быть через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет, в какой практике работать, работать ли юристом вообще и так далее. Вот, продвигаться быстро по карьерной лестнице или, наоборот, свою полянку отрабатывать в более спокойном режиме. Так что у нас теперь у каждого есть такой интересный индивидуальный план развития. Ждем конца года. То есть он такой, он живой, потому что по ходу развития ситуации что-то меняется, что-то отпадает, что-то актуализируется, вот, но такие вот промежуточные результаты мы поэтому пытаемся подводить, вот результат, что получилось за год, мы будем в конце года подводить, посмотрим, как это будет работать. Алексей, расскажите про самые яркие проекты, с которыми вы столкнулись за время своей работы. Вы работаете уже давно, поэтому наверняка таких проектов много. Да, я работаю на самом деле с конца 2015 года. Я, кстати, видел, у вас в программе была такая подкатегория новенькие, вот я как раз к новеньким не отношусь. Из какой-то определенный проект сложно выделить, все они были по-своему интересные и захватывающие, но так сходу могу назвать проект, например, по приобретению Сбербанком картографической компании Дубльгиз. Это на самом деле была очень большая интересная сделка с различными стримами работы, в том числе и в иностранных юрисдикциях. И в каком-то смысле это было как некое учебное пособие по МНА, потому что там готовились практически все виды документации, которые вообще в принципе существуют. Наиболее яркие эмоции я получаю от проектов, после которых ты понимаешь, что ты причастен к чему-то большому, к чему-то важному, в том числе в государственном масштабе. Если брать, например, из недавних сделок, вот буквально в начале мая Сергей Собянин анонсировал строительство, начало производства электросудов на Гатинском затоне. И по большому счету это следствие той сделки, которую мы сопроводили в конце прошлого года, когда Ситроникс, наш клиент, продавал группу, продавал долю в компании Империум, которая как раз занимается производством электросудов в пользу ВТБ. Какие цели вы перед собой ставите на ближайший год? Моя основная цель это продолжать эффективно работать на клиентов и такая основная задача это поучаствовать в как можно большем количестве наиболее крупных и опять же важных для рынка сделках. У вас есть какая-нибудь практика мечты? То есть что бы вы хотели, чтобы было или какая-то долгое время была мечта, которую вы пробуете реализовать? Буквально совсем недавно реализовавшаяся мечта это практика разрешения споров полноценная. Сейчас мы мечтаем нарастить и сделать очень мощную нашу финансовую практику и следующая наша мечта это развить наше зарубежное присутствие потому что все-таки мы опять же в ДНК мы Ильф мы хотим оставаться Ильфом в полном смысле слова и в том числе оказывать услуги по иностранному праву. Безусловно и в бытность Диби Войс мы так делали и сейчас мы так делаем и конкуренты наши так делают когда поднанимают на услугу по локальному праву локального консультанта и здесь наверное у нас даже определенные форы есть по сравнению со многими конкурентами потому что у Диби Войса было очень мало офисов по всему миру они были очень консервативны в открытии новых офисов поэтому сеть локальных консультантов она была как данность еще на том этапе конечно эта сетка сейчас очень серьезно поменялась кто-то не готов работать с Россией кто-то на определенных условиях кто-то только с некоторыми кто-то пришел новый кто видит в этом возможности готов работать с Россией поэтому сетка меняется Но привычка работы с локальными консультантами, поиска, налаживание динных стандартов, это у нас есть еще со времен DBIO, и за это мы продолжаем делать. Но это, конечно, только полдела, потому что даже с учетом того, что мы любой локальный адвайз пропускаем через себя, это вот о чем Анна говорила, когда мы вместе обсуждали, это как подтягивание до того стандарта качества, который мы гарантируем клиенту. Но это все равно полдела только. Открывать свои офисы за рубежом, безусловно, это первая мысль, которая в голову прошла, если мы хотим консультировать по иностранному праву. Мы посмотрели, посмотрели на те юрисдикции, куда наши конкуренты пошли, посмотрели на те, куда они не пошли, и поняли, что здесь нас тоже многому DBIO научил, что офис надо открывать уже как знак признания состоявшейся практики юрисдикции. Нельзя прийти, открыть офис, сесть и пытаться что-то с нуля сделать. Поэтому надо сначала отработать рынок, получить сделки, получить признание, а потом открывать офис. Но при таком подходе мы решили, что сейчас мы офис открывать за рубежом не будем. И если посмотреть на все юрисдикции, куда смотрят наши клиенты, где им наша помощь больше всего сейчас нужна, в первую очередь, это, конечно, Китай. С Китаем дела ведут практически все наши клиенты. Кто-то продает, кто-то покупает, кто-то лицензию берет, кто-то лицензию сдает, кто-то совместное предприятие делает. Несмотря на последние проблемы с платежами, все равно стратегический тренд остается. Поэтому мы начали присматриваться к Китаю особенно активно. И локальные консультанты, с которыми мы там работаем, у нас тоже есть, безусловно. А открывать офис в Китае – это вообще самостоятельная история. Рынок закрыт, как вы знаете. И смысла туда идти со своим российским опытом мы не увидели. Поэтому мы решили принести частичку Китая к нам сюда. Размещать на каких-то общепринятых площадках, где ищут юристов, объявления о поиске китайских юристов, наверное, тоже не очень правильно будет, мимо аудитории, на которую целишься. Поэтому мы сразу на рекрутера вышли. Нам нужен китайский юрист. Рекрутеры нас так посмотрели, точно китайский юрист. Начали нам предлагать, но в основном это все были, как ни странно, китайцы в России, но с российским юридическим образованием. Я в тот момент как раз и поняла, что делают у нас китайцы студенты на последних скамеечках на лекциях, как это обычно бывает. Это, оказывается, они потом вырастают в таких специалистов, которых нам предлагали. И это было бы, конечно, уже отчасти решением проблемы, как минимум, с точки зрения языка и культуры, менталитета. Но мы хотели, конечно, не так. Мы хотели именно китайского юриста с опытом, с широким спектром решаемых задач. Поэтому здесь у нас никак не срасталось. А потом так получилось, что у нас был и есть один китайский клиент, автомобиль, неизвестная компания. И мы там работали с одним из ведущих у них специалистов, китайцем. И я, поскольку работа шла у нас по сделке очень хорошо, я чисто по-дружески спросила. Я говорю, ну ты же в комьюнити вхожешь, знаешь, кому может быть это интересное предложение, может бросишь слово. Вдруг найдутся китайцы, кто захочет пойти в российскую фирму работать. Он сказал, хорошо, подумаю. А через какое-то время пришел, говорят, а что если я? И нашему восторгу не было предела. Он сказал, да, конечно, пожалуйста. И так к нам присоединился Чак. Соответственно, он глава нашей китайской практики. И когда мы клиентам объявили о том, что у нас теперь есть китайский юрист, это было очень восторженное принятие, потому что, конечно, бывают такие большие сделки, где нужна большая команда, еще и желательно расположенная в Китае. Там мы, конечно, продолжаем работать с локальными консультантами. Но даже эта работа с локальными консультантами строится совершенно по-другому, и намного проще, и понятнее, логичнее, и быстрее, когда есть свой китайец внутри. Но есть какие-то задачи, и их достаточно много, которые можно решать здесь, на месте. Они быстрее решаются и качественно решаются. Тем более, что у Чака очень большой послужной список. Он про себя расскажет. И опыт работы в инхаусе, и в консалтинге, и американское образование юридическое, и китайское юридическое образование, и допуску практики в Китае, естественно. Поэтому многие задачи мы можем решать уже здесь, и для клиентов это удобнее, потому что они тут с ним встретились, они друг друга больше поняли. Быстрее результат получили, чем если это поднанимать локальную фирму, а тем более сейчас поднанять, а как еще им заплатить, вот эти все вопросы получаются. А здесь вот все работает, и клиенты восприняли это с восторгом. И к нашему удивлению, хотя это логично, наверное, мы почему-то об этом не подумали, что это с восторгом было воспринято и потенциально нашими не только клиентами, а сотрудниками, особенно студентами. Столько было отзывов и вопросов. Вот сейчас после этого Дни карьеры уже прошли в нескольких вузах. На каждом Дне карьеры, все, кто видели нашу новость про китайское направление, студенты спрашивали, насколько серьезно, какие планы. А если мы придем, мы прям, правда, не китайском будем говорить? Правда, у вас же вы китайцы есть. Да, действительно, это так. Так что тут у нас китайское направление, у нас глобальный план абсолютно в этом направлении. Мы много очень уже делаем, еще запланировали сделать. Поэтому это у нас вот такая вот, можно сказать, девятая практика, которая появилась. Но на этом мы не останавливаемся, поскольку Ильф, значит Ильф, а не просто российско-китайская компания. Вот, и смотрим на другие юрисдикции. Сейчас, конечно, особой популярностью, востребованностью клиентов пользуются Саудовская Аравия и Иран. Вот по разным причинам, но вот две такие юрисдикции. Иран, конечно, поскольку есть оборудованные технологии, которые, находясь под санкциями, разработали, которые во многом могут быть, заменить то, к чему нет теперь доступа на западном рынке. Вот, хотя рынок тоже очень непростой, металлитет тоже очень сложный. Вот, а Саудовская Аравия по своей причине, в связи с их инициативами по привлечению инвесторов и по тому месту, которое они на Востоке для себя видят и по праву видят. Поэтому там тоже очень бурная активность, очень много клиентов туда идет и смотрят. Поэтому вот мы на эти направления очень-очень плотно смотрим. Пока арабов иранцев у нас в штате нету. Вот, но я думаю, со временем мы будем предлагать услуги по праву этих юрисдикций. Может быть, и ряда других юрисдикций тоже. Так что вот если про наши мечты, и причем не только мечты, о которых мы вот притворяем в жизни, это вот такой поворот на Восток. Вопрос к Чаку. Расскажите о себе и о своем опыте работы. Расскажите о себе и о своем опыте работы. Расскажите о себе и о своем опыте работы. Похоны на других направлениях в США. До того, что вы знаете, мы заполадали физическую работу на Востоке. Они, которые вырезали в Афг débattах и пространство. Расскажите о себе и о ней, и пространство, всех делал со стороны социализации. в том числе, чтобы создать правительные правительства и обеспечить бингов, сотрудничество, и обеспечить правительственные правительства. В этом году, как вы сейчас видите, я сейчас из Хафа к ККМБ как их членов членов, и я надеюсь, что я могу открыть новую путь. Коллеги, вопрос очень простой. Почему вы решили создать China Desk? Григорий, может быть, вы помните? Вопрос к инхаусу, к бывшему инхаусу. Почему Чак все-таки решил пойти в консалтинг и почему именно в российскую юридическую фирму? В этом видео я хочу сказать, что ККМП и Ебланда律師事務所 не одинаково. ККМП и Ебланда律師事務所 не одинаково. ККМП и Ебланда律師事務所 не одинаково. Григорий, вопрос к вам. Какими вопросами занимается China Desk? Сейчас разрабатывается огромное количество вопросов. Это и касательно вопроса корпоративного права, вопроса валютного регулирования, связанных вопросов с банковским правом. Сейчас ведется огромная работа по привлечению клиентов, по клиентским встречам уже с китайским компаниями. У нас огромное количество запланированных мероприятий с китайскими компаниями. И эти контакты будут наращиваться дальше во всех сферах права, которые мы сможем охватить вдвоем. Дальше China Desk тоже будет расширяться. Планы огромные, спектр услуг тоже большой. Калинин, а теперь, может быть, заварите чай? Нет. Итак, это чай я привезла из дома. Это чай в 9-м году. Это чай, да? Это чай, да? Это чай, это чай. Это чай, это чай. Это год κάν, это были красоты. 比 초� anды hardware еще и черный. Это там, как китай handed real,ork грунт, это один еще раз царем. Ну вот. Хорошу китайский чай. Да. Попробуй. Вот. Пос들을, потому что это草, что это profix, и давайте передать об этом. При чем давайте мы perfectим уплощем к fascinatedede. Давай чтобы все поймать здесь. Так. Смотрите. И на дергviv. . . , . И вот это все. Это был правильный бей. В этом месте это бездотно. Это бейси. Примущественно. С помощью этой бейси, все равно выделяется на бейси. Таким образом, мы начнем с кем-каком. отлично чувствуется что настоящий китайский чай прекрасно вы будете пить да я попробую давайте за русско-китайскую дружбу тамарка когда вы работаете в ккмп работаю сначала то есть с июня 22 года а до этого работала деби вось с августа 2015 почти 9 лет скоро будет до да да то все это моего как бы первое место работы мне очень понравилось и осталось с магистратурой получается да сейчас вот я в основном сопровождаем иные проекты то есть это приобретение продажи компании также совместные предприятия но изначально когда пришла то есть на первых порах из-за того что у нас нет деления на практике не было исторически вывелось на младшем уровне поработал на разных вещах и в том числе авиационными сделками занималась в целом мы работали на авиакомпании занимались лизингом и приобретением воздушных судов но как-то так потом интересно сложилось что меня подключили когда один коллега вышел в отпуск на корпоративный проект и в целом я сейчас очень рада что так получилось потому что мне очень нравится то чем я занимаюсь интересно можете вспомнить какую-то интересную историю которая связана с кмп не обязательно про проект а может быть что-то смешное забавное хороший вопрос сейчас думаю какие смешные истории какими можно было поделиться знаете ну это средняя там может быть смешно забавно просто я вот до сих пор помню 1 июня когда выходили первый рабочий день было такое непонятное ощущение потому что ты вроде бы возвращался собственно туда же где ты работал в моем случае как бы весь там костяк коллег с которыми работала остался получается с одной стороны было ощущение что ты приходишь туда где ты уже всех всего знаешь с другой стороны было понятно что все меняется вот и нам нужно было в этот же день согласовывать документы для подачи в цб следующий день и а нас отключили вот ну по сути от всех систем вот это было очень своеобразный мы пришли и вот карина наш как вот руководитель да маркетинга она написала коллеги добро пожаловать в новый мир и я вот просто вот ну до сих пор помню как не знаю отложилась по памяти тома что изменилось после ухода deep voice и образование кмп в июне 22 я бы сказала наверное что по моим ощущениям не изменилось практически ничего потому что как бы у нас была слаженная команда по крайне там в той практике в которой вот я сейчас работаю и чем я занималась двадцать втором году то что поменялось это просто технические сложности которые мы там столкнулись я думаю там тоже кто-то мог уже рассказывать как мы пытались там сохранять документы пересылать ничего не потерять вот сейчас конечно за два года команда сильно трансформировалась то есть фирма разрослась у нас появляются новые направления работы вот поэтому сейчас в принципе можно сказать что это как бы уже самостоятельная новая фирма которая просто была основана командой из девойс том какие цели перед собой ставить на ближайший год нет вряд ли наверное буду оригинальной то есть мне бы очень хотелось повышать экспертизу способствует помогать коллегам привлекать новых клиентов продолжать я надеюсь успешно работать и на текущих проектах с новыми клиентами лично то чего бы мне дополнительно хотелось это то что не всегда получается темпом работы мне бы хотелось наверное больше как-то вкладываться в развитие младших коллег потому что для меня всегда работа была таким дополнительным местом упоры жизни особенно в последнее время и мне бы очень хотелось чтобы у младших коллег тоже было такое представление вот поэтому это такая личная цель с которой я надеюсь справиться коллеги я тут недавно подписалась на вас телеграм-канал расскажите пожалуйста когда возникла идея почему она возникла создание телеграм-канала людей создание телеграм-канал у нас появилась еще когда мы были частью команды московского офиса московским офисом добилось мы работали с нашей финтех практикой который базировался нью-йоркском офисе и они искали новые каналы коммуникации с аудиторией в частности вели подкасты какие-то интересные темы мы подумали что тоже нам нужно посмотреть какие варианты есть коммуникации помимо стандартных рассылков рассылок различных лэдс апдейтс и подумали как-то про телеграм именно про телеграм почему про телеграм потому что у телеграм большое покрытие и мы сейчас видим что он постоянно растет аудитория увеличивается его просто использовать как плане создания постов и исходя из этого мы подумали почему бы нам тоже не создать вот телеграм-канал и когда мы стали самостоятельной юридической фирмы мы сразу сразу стали реализовывать эту инициативу потому что нам нужно было искать сложившихся обстоятельствах новый канал коммуникации с клиентами которые будут быстрые оперативные особенно в свете такой часто очень меняющийся новостной по и повестке включая в регуляторной сфере поэтому мы когда уже стали независимой юридической фирмой мы очень оперативно его создали изначально мы вместе с командой дебивойс рассматривали такой нишевый канал посвященный модной тогда есть же тематике и мы должны были его развивать совместно с другими офисами делать такой такой как бы глобальная дебивойс медиа но когда мы уже занялись каналом самостоятельно мы решили что все-таки нам интересно говорить с нашими подписчиками на широкий круг вопросов и поэтому ни на какой тематике решили не фокусироваться а рассказывать в принципе о том чем занимается наша практика и какие вопросы нам интересны а были какие-то сложности или препятствия помимо согласования с глобальным офисом при создании канала мне кажется наверное у нас все будет свое видение процесса скажу с моей точки зрения мне кажется что вот особых каких-то препятствий или сложностей не могу отметить потому что мы как-то очень оперативно этим занялись да для того чтобы реализовать эту инициативу мы создали telegram команд который нас называется telegram team в общем она состоит из 11 участников это соответственно мы это еще коллеги которые как бы являются двигателями этого проекта генераторами идей и на самом деле когда мы вот этим занялись я поняла насколько творческие люди мои коллеги сколько много у них есть идей сколько много у них есть способностей и я говорю не только там о написании постов или там о брейнсторминге начиная с название канала название рублик но и в оформлении в дизайне таких вот в разностороннем очень разноплановом подходе и поэтому на самом деле для меня работа с telegram команды она все время была как-то связана не со сложностями а наверное с удовольствием от того что мы этим занимаемся потому что да это творческий процесс он интересный и мне кажется от меня какого-то такого ощущения тяжести или проблемности или сложности нет наверное скорее наоборот ощущение кота такой радости и отдушина и отдушина да вы правы в нашей такой повседневной деятельности нет оставляет удовольствие мне кажется что наверное такой одной из основных сложностей было то что у нас нету какого-то специального образования или опыта в см менеджменте который в принципе целая профессия которую надо долго учиться и мы все пытались нащупать своими силами мы очень много экспериментировали с форматами постов с дизайном с тем будем выпускать подкасты видео или только текстовый формат кого будем приглашать для того чтобы помогать нам с контентом и как-то вот мы шли 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 и в итоге по сути пришли ну как мне кажется к хорошему очень успеху нашего канала за счет того что люди были очень открыты к новому и были готовы осваивать совершенно смежные специальности которые с юриспруденцией связаны очень косвенно такие как маркетинг дизайн в чем уникальность вашего телеграм-канала он разноплановый разносторонний и динамичный нашим телеграм-канале мы не ограничиваем с тем что например напишем исключительно про свои достижения или например пишем только про сухие юридические новости если вы посмотрите наш телеграм-канал то он состоит из целого ряда рубрик которые очень разные мы безусловно покрываем различные юридический аспект нас есть контрсанкционный дайджест который посвящен очень актуальный для всех теме контрсанкции которые часто появляются практика мы это освещаем на постоянной основе у нас есть рубрики право в деле где мы говорим про судебную практику нас есть рубрика в проекте где мы смотрим на законодательный у нас есть интересная очень рубрика которая называется их право где мы пишем про право дружеских юрисдикций про новеллы которые там выходят про интересную практику делаем это как правило в тандеме с локальными консультантами которые предоставляют нам собственно свои новости и которые мы обрабатываем и коммуницируем своей аудитории в рамках этой рубрики совсем скоро у нас будет представлена как подрублика правая китая которая логично связана с нашей китайской практикой там мы будем освещать как юридические аспекты так и аспекты культурологические или интересные просто для нашей там аудитории там правила там общение почему в китае используют вичет например да почему в китае есть цензура кинофильмов то есть это то что нас интересует мы будем об этом говорить и о многом другом тоже и конечно нас есть моя любимая рубрика это студенческая пятница я вот ее лично очень люблю идея этой рубрики появилась как поскольку нам приходят стажеры мы решили их спросить какие вопросы их интересуют какие вопросы они хотели бы узнать у давно практикующих юристов когда нужно начинать специализацию нужно ли он специализируется нужно ли учить язык когда там начинать поиск работы какую литературу читать было очень много вопросов про проблемы современного юридического образования как мы считаем насколько соотносится теория с практикой у нас два наших юриста один из них лена и другой наш юрист андрей они заняли разные позиции и у нас получился нужен такой баттл да можно сказать да мы изначально хотели это сделать в рамках комментариев к посту андрея но потом подумали что может быть нашим подписчикам будет интересно как это более развернуто в виде увидеть эту дискуссию поэтому две недели подряд мы публиковали наши с андреем мнения и после этого устроили голосование среди подписчиков кто с кем согласен мне кажется интересный очень опыт получился был бы неплохо его как-нибудь в еще дискуссию этой теме повторить да то есть мы конечно хотим чтобы была дискуссия с аудиторией открыта для вопросов это же был интересный пост из этой рубрики например нужно ли юристу узнать математику нужный вопрос ответ нашего советника романа садовского нужно роману математическое образование тематическая школа и его ответ нужно потому что это помогает логическому мышлению а кто вас пишет посты мы вовлекаем всех юристов наших нашей фирмы всех практик написание постов потому что это очень интересно поэтому могу сказать что пишут все и мы даже смотрим там дальше чем наша фирма если у нас есть контакты с людьми интересными мы называем экспертами мы их зовем на свой канал и с радостью опубликуем их посты вот я даже делала у нас такой очень интересный пост как подкаст записываем да у нас несколько раз был такой опыт один раз могут с коллегой нашим дмитрием попробовали записать паскат подкаст студенческую пятницу где мы с ним дискутировали на один из вопросов студентов касающихся по моему ошибок в работе где мы всячески пытались их успокоить что это не всегда смертельно пост получил тогда очень хороший позитивный отклик и мы стали думать как дальше развивать этот формат и мы записали несколько похожих подкастов с внешними экспертами причем для того чтобы все тратили на это минимум времени это было удобно для всех с точки зрения соотношения с основной работой мы записывали их дистанционно то есть эксперт записывал нам ответы на свои вопросы после этого мы записывали вопросы а кто входит в эту команду телеграм-канала грамм-канал входим соответственно мы да и еще у нас есть представители отдела маркетинга его каренина коллега и получается и юристы еще несколько юристов всего нас 11 как эти весны оказались нашей команде точно было интересно это не очень творческие люди много идей и мы собрались и вот решили что давайте это делать и в таком составе мы существуем уже с 2022 года с июня существуем и наша команда она немножечко прибавилось но не уменьшается это собственно очень хорошо какие планы на будущее какие цели вы перед собой ставите ну безусловно мы планируем это все поддерживать развивать планируем новые рубрики новые рубрики новой техники наверное то есть потому что мы все время в процессе в творческом находимся коллеги не секрет что у вас работают лучше из лучших расскажите пожалуйста где вы их находите и как отбираете у нас уже много лет действует программа стажировок мы долго думали над тем вот как ее организовать в итоге пришли к тому что еще со студенческой скамьи приглашаем на стажировку студентов у нас обычно стажировка длится около двух месяцев за это время как бы мы можем понять насколько человек нам подходит ну и человек нам тоже может понять насколько дальше интересно нас работать вот и по итогам этих двух месяцев отбираем лучших кандидатов которые уже начинают работать у нас как помощники юристов чтобы попасть на эту стажировку у нас предусмотрен многоступенчатый отбор который включает себя и письменное задание и собеседование изначально мы собственно по академической успеваемости тоже вот на первоначальный этап отбираем людей это же вот интересно по поводу письменного задания мы много лет назад экспериментировали с разными форматами в итоге вышли на такой формат который как нам кажется максимально имитирует работу помощников юриста в фирме то есть мы даем пару вопросов таких неоднозначно скажем так и даем достаточно времени студентам и они имеют возможность пользоваться чем хотят но вот нам интересно что по итогам получаются не в качестве анализа выводов вот так что на протяжении многих лет вот эта программа стажировок является основным нашим источником новых талантов фирмы если говорить про более старших кандидатов юристов с опытом каким критерием они должны отвечать чтобы стать частью вашей команды ну прежде всего они должны быть как сегодня уже мы об этом говорили близки нам по духу они должны быть профессионалами они должны любить свою профессию наверное это я сказала является основным конечно нет должно быть желание расти развиваться с нами я просто хотел тоже вот возвращаясь к теме стажеров сказать что когда люди приходят к нам на стажировку они получают нужно сказать как максимум экспозицию них есть возможность поработать со всеми нашими практиками и практически со всеми юристами по различным заданиям по абсолютно на разным заданиям заданиям могут быть это может быть и участие в диле джинсы и участие в подготовке постов для нашего телеграм-канала с мы стараемся чтобы люди были максимально погружены нашу работу и включены в наш коллектив а какой процент стажеров остается после стажировки на работе но у нас нет какого такого прям четкого процента есть мы реально смотрим на то кто как себя проявил стажировок то есть после каких стажировок мы там чуть ли не всех брали студентов иногда бывает что меньше половины очень очень сильно зависит от конкретных людей то есть у нас нет как каких-то таких жестких целей мы заинтересованы чтобы те люди которые приходят к нам чтобы они оставались с нами поэтому у нас нет какого-то что мы там возьмем одного или двух то есть если бы все с нами остались мы были бы очень рады продолжали работать и еще у нас есть внутренние тренинги по абсолютно различным тематикам которые проводят наши юристы для коллег включая стажеров включая младших юристов и сейчас собственно всех то есть если ты хорошо знаешь тему готов рассказать то мы это всегда приветствуем то есть у нас нет того что там только какие-то определенные люди могут об этом говорить то есть если у тебя есть материал то мы будем все рады послушать поучиться обсудить это тоже как бы инвестиция в развитие каждого нашего сотрудника получение дополнительных знаний то очень здорово что у нас такое существует еще ребята рассказывали что у вас есть программа менторство расскажите пожалуйста как они работают мне кажется вот программа менторство у нас получил такое новое духание тоже вместе с укр и рам который вот мы внедрили о котором алена рассказывала но что у нас теперь у каждого сотрудника есть свои цели задачи на год и соответственно есть партнер который там отвечает за этого сотрудника как правило партнер отвечает за нескольких сотрудников и сейчас стало гораздо проще с укр и рам потому что ты начинаешь разговаривать сотрудникам с твоим коллегой на этапе формирования его задачи целей и затем соответственно твоя задача как старшего товарища помочь ему эти цели достичь то есть ты являешься его ментором и смотришь как куда мы движемся в правильном направлении что нужно поменять чего не хватает если например коллега хочет поработать в какой-то практике и он обозначил это в своих целях и общем то не получается то тогда ты как ментор должен пойти поговорить с этой практикой чтобы юристы привлекали на проекты ответить на вопросы юриста то есть это конечно вот является частью менторство и укр и очень помогает его организации и достижение результатов часто видишь там какой прогресс на куда мы пришли что не получается почему бывают объективные причины то есть например человек там поставил светом цели написать пять постов пять статей там в месяц но у него были проектом просто физически не могу это сделать но соответственно ты делаешь определенные коррекции переносишь то есть это очень такой у нас живой процесс и он не бюрократически а именно направлен на достижение результата не то что мы там просто как бы там бумаги оформляем по песне нет то есть это именно такая просто помощь и в менторстве и ментору помощь и юристу помощь ты совмещаешь работу с учебой получается в этом году ты заканчиваешь бакалавриат правильно как тебе это удается насколько сложно насколько есть возможность учиться нормально погружаться и в учебу отдавать себя работе и делать задания вовремя ну первое время в начале четвертого курса старший коллеги мне пошли на встречу я работал на полставки и это в целом помогала совмещать и работаю учебу то есть в целом на меня приходилось чуть меньше заданий чем у других у других коллег ну вот когда четвертый курс начал подходить концу когда учеб учеба становилась меньше я попросил перевести мне на полную ставку в целом рабочую работу полный рабочий день и когда учеба становится меньше в целом совмещать можно вот но иногда конечно сказывается на каких на каких-то предметах иногда приходится выбирать что приоритет не конкретно сейчас в данном в данный момент как-то обычно расставляешь приоритета в пользу учебы или польза работы в зависимости от дедлайна по первым и второму иногда на сон чуть меньше приоритет ставится ну да вот так вот как коллега оператор показывает рукой приходится лавировать между разными 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 задачами ну просто как-то в тайм-менеджмент помогает работа научиться то есть если раньше я тратил там на учебное задание там хоть целые сутки я мог там на втором курсе какие-нибудь дефиниции юридических терминов на английском переписывать коллеги за нгл в курсе то параллельно с работой просто учишься как-то быстрее и с тем же с той же степенью качества выполнять те же задачи вот и как-то получается а ты планируешь регистратуру дальше да конечно какой практике ты бы хотел работать на совсем или или в большей степени на совсем наверное не в какой бы так или иначе хотел продолжать ну вот ты станешь младшим юристом юристом тебе же нужно будет выбрать какую-то практику в целом у нас и старшие коллеги в общем то не прикреплены никакой конкретной практики до у кого-то могут быть углубленные знания в той или иной сфере но в целом все коллеги занимаются самыми разнообразными задачами ровно как помощники юристов то есть нет такого что старшие юристы работают в чем-то одном а помощники помогают везде мы все так или иначе взаимодействуем в самых разных сферах поэтому я бы и дальше не хотел прикрепляться ни к чему-то конкретно углублено мне бы конечно хотелось больше взаимодействовать с финансовой практикой это в целом связано с темы начинающиеся пока только научной деятельности с тем что я писал в рамках курсовых дипломных работ как как как-то так но опять же прикрепляться к чему-то одному и в эту в этом всем исключительно копаться конечно бы не хотелось меня более чем устраивают текущий подход фирмы в этом вопросе елена почему выбрали как м.п. я довольно таки давно знакома и с аленой с максимум и когда они предложили мне присоединиться к их команде мне было это интересно по двум причинам во первых потому что мне всегда было с ними приятно и общаться и пересекаться работе на разнообразных сделках и второй момент мне хотелось попробовать себя немного иной ипостаси я банковский юрист который очень много работал на банке в финансовых сделках в этой команде была задача удовлетворить интересы скажем так корпоративных клиентов в первую очередь сейчас эта ситуация немного меняется вернее меняется достаточно значительно и я сейчас работаю на и банки и компании в рамках своей практике но на момент присоединения к кмп ситуация была несколько иная а у вас большая практика сколько человек работает практика относительно небольшая помимо меня в команде еще старший юрист несколько юристов среднего уровня и помощники юристов но это растущая команда в данный момент мы как раз работаем над тем чтобы эта команда выросла а вы сами набирали свою команду или уже пришли по-разному часть членов команды уже трудились здесь когда я пришла кого-то взяли после меня ну и в общем сейчас мы подбираем коллег в рамках это этой процедуры скажем так расширение практики увеличение команды на что вы обращаете внимание при поиске коллег сотрудников наверное первую очередь две вещи опыт знания и репутации на рынке это очень важно в рамках ккмп такая категория как качество проделанной работы вообще качество продукта который мы передаем клиенту это очень важная вещь поэтому на самом деле мы наверное несколько каприны в этом плане при отборе и очень большое внимание уделяем тому насколько мы можем сказать что человек который присоединяется нашей команде действительно высокий профессионал это первое и второе наверное привязанность на некоторым скажем так ценностям наверное именно команды ккмп и способность влиться в этот коллектив чтобы это было комфортно как самому человеку так и его будущем новым коллегам вернемся к корням как вот академическая основа позволяет вам непосредственно работать предоставлять качественные юридические услуги и при этом не сидеть на двух стульях а все равно вырастать как бы из одного корня расскажите вот про это да это действительно наверно если и может юрист в силу загруженности иметь какое-то хобби это то хобби которые которые можно себе позволить это даже так не доступа такая скамеечка очень комплементарно конечно к практической деятельности начиная с того что это идеально конечно на способ искать кадры потому что это два года пропадаю гражданское право видишь как человек растет набирается знание а как как юриста основу за себя закладывает вот а то всегда видишь что такую звездочку пускать нельзя вот у нас очень много студентов бывших моих вот у нас сейчас качестве моих коллег трудится штате фирмы вот она и такой больше прикладной плюс а с точки зрения таких более глубинных вещей здесь конечно и для меня лично это большой плюс потому что но все мы особенно в потоке работы к зашориваемся всем работам какими-то типичными вещами типичными типами сделок и заставить себя выйти за рамки того что нужно клиенту хотя времени хватает даже на то что нужно клиенту а тут взять найти вот время и как тут образовать себя в каких-то смежных отраслях то очень сложно а тут хочешь не хочешь приходится раз два года у нас гражданское право университете два года предупреждается второй третий класс вот раз два года обязательно подходят мои нелюбимые темы которыми просто на практике не делаю поэтому просто практической точки зрения не менее на кончиках пальцев вот там наследование например или индивидуальная собственность когда я понимаю что вот если на занятие по обязательному праву практически на любое занятие могу прибежать почти не подготовившись потому что это все равно каждый день в работе то здесь мне надо выделить неделю мне надо вспомнить освежить и это конечно очень сильно помогает себя в тонусе держать плюс те вопросы которые студенты задают мне кажется один клет таких вопросов не задаст это за такой интересный полет мысли и это тоже позволяет себя в тонусе держать вот а и это не только вот моя страсть и моя любовь и если бы мне задали страшный для меня вопрос вот выбирает тебе практикующими листами или преподавателем я не знаю ответа честно говоря иногда кажется что лучше преподаватель иногда лучше практикующим с настолько это переплетено вот это не только моя страсть у нас на самом деле этой страстью горят многие в офисе у нас три кандидата юридических наук у нас несколько преподавателей в штате и соответственно вот как деви войс относился ко мне как к преподавателю не то что терпимо до что куда-то опять убежала и там преподает на вот а наоборот очень всегда признала это как как заслугу и как плюс большой не могу не задать вопрос который мне очень часто задают молодое поколение зачем практикующему юристу защищать кандидатскую диссертацию хороший вопрос на самом деле кандидатская диссертация это же отчетная работа это когда нужно отчитаться по сути проделанной работе и сам объем проделанной работы кандидатская диссертация это только верхушка айсберга поэтому когда ты занимаешься научным исследованием это совершенно другая другой вызов это совершенно другой тип мышления поэтому да мы привыкли все давать практичные ответы клиентам но посмотреть что за этим стоит с доктринальной точки зрения с академической точки зрения посмотреть именно как ученый это это очень интересно и если не писать диссертацию себя не заставишь это сделать просто ни времени не сил не хватит а уже когда вызвался у меня в университете часто бывает когда я понимаю что мне точно времени не хватит что-то новое сделать я просто иду вызываюсь официально перед юге алексеевичем я это сделаю и потом сижу зачем я это сделала все равно же теперь придется сделать теперь я знаю что это сработает примерно так с кандидатской диссертации ты заявился и значит ты будешь научно исследовать какую-то тему вот и это обогатить не только в рамках этой темы с точки зрения подхода в образа мышления это все отпечаток оставить уже потом на дальнейшей работе поэтому это тоже очень комплементарно это не то что это что-то другое от практикующей работа практикующего юриста как давно вы работаете кмп я работаю без малого два года здорово я совсем недавно присоединился к фирме и работаю три месяца у меня совсем недавно закончился испытательный срок поля расскажи как тебя переманили здесь и перспективы лучше и база лучше для развития и роста ну и в целом помимо то что они убедили они очаровали можно сказать и не перейти было невозможно как обстоят дела с карьерным ростом когда вы станете партнерами а так долго так далеко предлагаю не забегает но карьерный рост на лицо вот валерья на так давно завершил успешный испытательный срок тоже в принципе важная веха в профессиональном развитии а меня с 1 ноя этого года назначили старшим юристом вот так что до партнеров еще очень далеко а часто ли болевают случаи когда люди не завершают испытательный срок было ли у нас такое на моей памяти нет на моей памяти в предыдущей фирмы было но там совсем одиозной ситуации ну как бы я думаю это так мы шутим испытательный срок скорее некая формальность устоявшиеся традиции нежели чем способ выгнать человека которого долго пытался привести поэтому было бы немного странно так поступать а насчет партнерства если просто серьезно отвечать на этот вопрос то вот будучи оптимистом андрей точно знает что ближайшие пять лет он станет партнер обязательно я приложу усилие что у тебя все получилось спасибо ребят когда вы станете партнерами какие практики вы хотели бы возглавить что вас интересует что почему лежит душа с андреем никогда если договорка пропал ну наверное тяжело возглавлять какую-то практику которую ты не знаешь про себя могу сказать что ничего особо хорошо кроме той же самой корпоративной практики в которой я работаю я и не знаю выводы каждый делает сам ну да да нет получается что строго формально и строго говорят мы оба занимаемся одним и тем же просто кому-то чаще удается одни одними аспектами на и корпоративе заниматься кому-то другими поэтому если в целом говорить что мы будем делать что будем там возглавлять или в какой практике работать наверное это будет корпоративной я тоже не думал о какой-то более узкой специализации или выделять там из него там за практику ридамицелляции чего-то вот такого узкого что состав составное но расскажите какой-нибудь забавный случай из вашей практики из практики в целом сходу что-то прям забавное вспомнить сложно могу как такой интересный кейс с которыми столкнуться только здесь уже кмп привести пример проект который длится у нас уже полтора года и до сих пор на удивление продолжается это изначально начиналось как небольшая моноизделка которая впоследствии переросла в несколько моноизделок в разных юрисдикциях с разными продавцами к этому добавились аспекты по рефинансированию регуляторных одобрений и так далее и вот таким образом казалось бы маленький проект перерос его брал себя практически все что включает в себя собственно корпоративная практика даже вот ту же ридамицелляцию про которую гривен сказал но самое интересное то что продолжается это полтора года и наверно те кто именно проектами занимаются понимают что срок этот явный мягко говоря не очень адекватный для среднестатистического именно проекта интересно что андрей привел вот эту ситуацию в качестве забавной я бы сказал что это очень тяжелая и сложная ситуация как бы проект длится полтора года зато знаешь уже всех на проекте кто опаздывает на звонок кто кто разослать приглашение может на него хорошо себя знаешь какие планы на ближайший год стараться развиваться профессионально расширять свои компетенции получать какую-то большую степень автономии что ли в плане ведения проектов самостоятельно и наверно в частности совершенствовать какие-то навыки по коммуникации с клиентами наверное я бы сказал что ближайший год он будет направлен на усиление бренда фирмы усиление личного бренда улучшение узнаваемости нашей корпоративной практики за счет как внешней деятельности общения с клиентами выступления так и развитие чар бренда я преподаю высшей школе экономики со следующего года буду преподавать в мгу и стараюсь максимально за счет тех часов когда я отлучаюсь от офиса и где-то выступаю с кем-то общаюсь максимально прилагать усилий показывать экспертизу которая свойственно всем членам нашей команды наверное вот это будет приоритетом для меня это все вдобавок к тому что андрей не даст соврать мы в целом очень загружены по работе у нас много работы которую нужно делать из офиса здесь взаимодействия со своими коллегами со старшими с младшими и не находясь в офисе и невозможно делать эффективно поэтому это все комплементарно вдобавок к тому что является основной работой коллеги за 9 лет совместной работы у вас наверняка есть какие-то интересные истории можете поделиться да вспоминается один из первых проектов на котором мы 100 мы непосредственно работали это был очень сложный проект с точки зрения количества документов которые необходимо было подготовить из интересного вспоминается история когда мы непосредственно подписывали эту сделку и мы помним что после того как уже все было подписано коллеги с другой стороны принесли шампанское но при этом никто не успел в общем его выпить и все радостно ушли из подписания мы стома остались как раз переговорки из решили отметить от счастья что документов которых было штук 40 и которые мы до этого печатали сшивали и надеялись просто успеть к тому моменту как все приедут просто от такого облегчения что это все состоялось роман расскажите пожалуйста чем вы занимаетесь какой практике работает в компании как мп я возглавляю практику страхования но при этом занимаюсь целом рядом других направлений в том числе сделками с недвижимостью вопросами слияния поглощений но и общей корпоративным консультированием практика страхования точно такая необычная практика направление с какими рисками вы сталкиваетесь сложности возможно в чем особенность работы этой практике да действительно практика страхования это не чисто юридическая практика и как правило юристы приходя в нее сталкиваются с небольшой такой дилеммой поскольку она находится на стыке финансовых вопросов и юридических вопросов и ну как всегда коммерческих вопросов как правило на стороне контрагентов вам приходится чаще работать даже не всегда с юристами да то есть контрагентами я имею ввиду страховщиками представителями страховщиков как правило при согласовании условий договоров вопросов их выплаты вы очень часто общаетесь не с юристами а с людьми которые работают в так называемой финансовой сфере то есть это андерайтеры люди оценивающие риски у них всегда очень свое специфическое прочтение юридической материи и работа с текстами договоров поэтому очень часто договоры страхования они выглядят несколько не так как мы привыкли видеть в классических юридических договорах а как вы пришли в эту практику почему решили заниматься страхованием но случай привел наверное да так как у большинства юристов в начале своей практике вы работаете в целом ряде направлений и далеком 2008 году наверное я первый раз столкнулся с этим договором должен был за ночь его прочитать и поехать навстречу вот с этих пор я и занимаюсь этим вопросом но почему я стал более больше времени уделять этому направлению поскольку увидел в нем возможность развития именно практики в этой части и доработки тех страховых продуктов которые были на рынке потому что первые договоры с которыми столкнулся они были подготовлены по зарубежным калькам они не были адаптированы для российского рынка и было очень интересно все-таки приводить соответствие зарубежные стандарты к российским реалиям и их как-то пытаться женить в рамках потребностей страхователей страховщиков и понимание перестраховщиков на тот момент очень много зарубежных перестраховщиков как это должно быть поэтому это было очень интересно какие сейчас на рынке тенденции в области страхования но сейчас рынок переживает очень сильную трансформацию поскольку он был сильно завязан на зарубежные перестраховочные рынки то есть все риски большинство рисков российских перестраховывалась на зарубежных площадках это прежде всего европейские американские площадки они предоставляли так называемую емкость то есть это размер страховой суммы которая может быть выплачена при наступлении страхового случая и в связи с введениями санкций рынок сильно изменился все иностранные перестраховщики отказались участвовать в перестраховании российских рынков и соответственно сейчас вся основная емкость страховая перестраховочная она сосредоточена прежде всего внутри россии что с одной стороны создает определенные сложности для работы поскольку все привыкли к лимитам там сотни миллионов долларов покрытия чего сейчас нет к менее въедливому отношению к вордингу со стороны страховщиков что сейчас страховщики сколько несут весь криск делают но при этом это дает возможность российскому рынку развиться большую часть средств аккумулировать у себя и мы надеемся что все эти том числе негативные события не все-таки выразиться в положительном направлении но страховщики стараются все-таки держать марку и работать в рамках международно признанных стандартов мы им помогаем а какие бы изменения в законодательстве о страховании вы могли бы предложить на самом деле в начале своей практике я был очень недоволен российским страховым законодательством думал что надо все поменять нужно переписать все договоры все вординги которые были зарубежные потому что они непонятны российскому юристу и так далее но по стечении там уже сколько 18 15 лет на работу даже больше в этой сфере я понял что этот мих эти механизмы работают они саморегулируются и особых наверное проблем я не вижу за исключением наверное двух сейчас они очень наверное узкопрофильные это есть такая 932 статья гражданского кодекса российской федерации которая говорит что страхование ответственности по договору допускается только в случаях предусмотренных законом таких случаев у нас очень мало хотя рынку очень нужно иметь возможность разрабатывать страховые продукты где можно было бы страховать ответственность самого страхователя по за его не за не за не исполнение страховательных обязательств по договору ну это классический пример допустим нотариус когда оказать вам услуги если он неправильно оказал то его ответственность застрахована и вы можете получить возмещение в соответствующем объеме от страховщика за убытки понесенные за некачественно оказанных услуг случаев когда такое страхование разрешено очень мало и рынок вынужден идти на сделку совестью и предлагать такие страховые продукты понимаешь что юридически действительность их спорная но экономическая целесообразность требует вот я бы порекомендовал просто удалить эту статью и на самом деле уже есть проект изменения 48 главу гражданского кодекса и разработаны программы реформирования этой главы где предлагается ее полностью удалить но почему-то законодатель до сих пор не сделал этого движения какие цели вы перед собой ставите на ближайший год и какой бы вы хотели видеть свою практику я бы хотел популяризировать эту свою практику среди клиентов до распространить ее даже на наших существующих клиентов из других практик потому что у нас очень сильные практики по целому ряду направлений но при этом клиенты очень внимательно относятся к правильности составлений там общих корпоративных договоров то или вопросов решений но при этом все еще недостаточной степени уделяет внимание страховка как правило все активизируются когда что-то большое горит в виде складского помещения тогда все начинают смотреть свои договоры и понимать что вот надо что-то с этим делать да и потом почему-то на следующий год все опять успокаиваются и ждут нового пожара думая что овось небось и все обойдет или мир открыт просто про свою практику вы работаете в санкционной практике это самая такая чувствительная интересная тема на сегодняшний день можете рассказать чем вы занимаетесь я могу сказать что фирма занимается санкциями достаточно давно у текущих клиентов есть очень много запросов которые связаны с санкционным регулированием и с его последствиями и я пришла в фирму в январе этого года чтобы соответственно практику санкционную поддержать и усилить ее компетенции мы занимаемся очень разными вопросами начиная от консультирования по регуляторным вопросам заканчивая анализом сделок по помощью нашим клиентам в санкционном комплайнсе также помощью и обращением в иностранные регуляторные органы и оспариванием санкций это наверное такой самый острый интересный вопрос который сейчас может появиться какие тенденции развития санкционного выгодательства можете назвать но я могу сказать что за последние два года конечно скорость развития санкционного регулирования огромна но основные тенденции заключаются в том что сейчас фокус санкционных регуляторов заключается в борьбе с обходом санкций и не в бесконечном расширении списков о котором мы все знаем не бесконечном как бы увеличение регуляторной нагрузки на на компании а именно в фокусе на обходе назад на борьбе с обходом санкций это в первую очередь отражается на странах которые граничат с российской федерации поскольку достаточно большое количество запретов несмотря на их как бы экстерриториальность несмотря на то что они распространяются на граждан и компании тех стран которые не связаны непосредственно с санкциями они распространяются теперь на страны так называемые третьи страны которые граничит с российской федерации которые по мнению санкционных регуляторов помогают в обходе санкций это наверное одна из тенденций еще одна достаточно распространенная и скажем так наводящая опасения тенденция это вопросы конфискации российских активов за рубежом мы следим за этим достаточно подробно в том числе нашем телеграм-канале поскольку это очень такая актуальная очевидно проблемная тема поскольку в принципе это беспрецедентная ситуация для санкционного регулирования для международного права и так далее наверное эти два вопроса я бы выделил помогаете ли вы своим клиентам обходить санкции нет обход санкций это нарушение которое может привести клиенту к клиенту достаточно сложным к сложным последствиям и поэтому мы ни в коем случае не помогаем обходить санкции мы помогаем клиенту досконально понимать санкционное регулирование помогаем ему быть знакомым с практикой его применения помогаем ему анализировать риски которые у него есть в зависимости от его действий или планируемых сделок и так далее обход санкции это неправильно а если клиент уже под санкциями как происходит ваше взаимодействие очевидно что сейчас компании под санкциями все больше и больше но их деятельность их взаимодействия с зарубежными контрагентами не прекращается мы помогаем нашим клиентам и их контрагентам разобраться в том какие ограничения действительно есть применяются ли они в случае когда например это контрагент из какой-то третьей страны которые не обязаны соблюдать санкционный режим и показываем что в действительности несмотря на то что санкционные ограничения суровые и серьезные всегда можно что-то сделать вот ну и так или иначе клиенты обращаются к нам за подготовкой стратегии по исключению санкционных списков это один из путей работы с этим и также следующий вопрос это получение разрешения различных санкционных регуляторов с этим мы тоже достаточно много работы это может иметь значение для клиента и под санкциями тоже случае если например заблокирована не его активы например активы его клиентов если это финансовая организация какие бы изменения в законодательство о санкциях вы бы внесли о хороший вопрос наверное я бы расширила но это на самом деле в принципе вещь которая обсуждается на уровне санкционных юристов и вообще в принципе юристов в том числе и зарубежных странах которые занимаются этой темой это наверное расширение оснований для получения различных разрешений санкционных регуляторов потому что это вопрос очень актуальный сейчас санкционное законодательство двигается по пути увеличения запретов но так или иначе мы видим что деятельность бизнес и взаимодействие в разрешенных в разрешенных параметрах продолжается и мне бы хотелось видеть чтобы санкционные ограничения были сформулированы четко и позволяли но при этом содержали в себе большее основание для получения разрешения в случае если это необходимо для скажем так не санкционной деятельности компании то есть как бы есть определенные таргетированные виды деятельности которые безусловно санкционные регуляторы продолжать видеть их продолжение очевидно не хотят но тем не менее существуют обычный бизнес существуют кадровые вопросы существуют обычно хозяйственная деятельность существуют вопросы поддержания инфраструктуры компании так далее так далее которые на мой взгляд могли бы быть разрешены и это бы многим клиентам помогло бы продолжить взаимодействие не как бы не касаясь тех запретов и уважаете запреты которые существуют в иностранных юрисдикциях вы не так давно пришли в компанию расскажите что вас удивило или даже впечатлило при переходе сюда меня удивляет и впечатляет до сих пор академический настрой наших коллег то насколько каждый из работающих здесь тех коллег которыми я сталкивалась настроен на то чтобы практические вопросы имели под собой глубокое теоретическое обоснование чтобы у них были чтобы у них были отражены какие-то актуальные тенденции и так или иначе коллеги с которыми я сталкиваюсь стараются касаться каких-то более глубоких вопросов нежели чем практическое решение проблемы клиента которая безусловно будет ему предоставлена но у этого будет больше как бы глубина изучения мне это очень нравится и мне это очень близко и я коллегам в этом смысле стремлюсь расскажите про ваши планы наверное основной мой план и я думаю в этом меня поддержат мои коллеги в том чтобы санкционное направление фирмы было самым известным узнаваемым чтобы это действительно было реализованной практикой с большой командой эффективных юристов которые помогают клиентам находить самые скажем так практически ориентированный ответ на самый сложный вопрос ребят я так понимаю вы самые юные сотрудники фирмы расскажите пожалуйста чем вы занимаетесь ну когда приходит задание от наших старших коллег мы между собой быстренько распределяем и стараемся помочь по мере возможности померить свои внутренние загрузки чаще всего работа состоит из подготовки к ресерч то есть есть вопрос по праву мы анализируем литературу судебную практику готовим ответ для юриста но также часто это работа с документами например вычетка написание первого драфта и что такое какие самые интересные задания вы получали за время работы но обычно что-то связано как раз с изучением их то проблем права ну то есть вот ресерча когда нужно почитать и литературу и судебную практику посмотреть но вообще вот из того что мне больше всего запомнилось за сколько я уже год примерно работаю это какие-то больше звонки или переговоры с клиентами то есть как бы это понятно что я там как стенографист больше участвую но все равно интересно послушать посмотреть как вот взрослые такие уже профессионалы состоявшиеся обсуждают какие-то сложные материи не всегда это понятно но но мне это больше всего запомнилось мне это было интересно расскажите пожалуйста про программу менторства вот как вы на себя ощущаете но у нас недавно появился такой план который называется укр с осени двадцать третьего года мы его заполняем ведем то есть фактически мы прописываем наши цели на будущий год которые мы обязательно должны достигнуть и также прорабатываем данный план с нашими более старшими коллегами а именно с нашими партнерами то есть все юристы и помощники юристов поделены между нашими четырьмя партнерами которые их курируют мы периодически встречаемся обсуждаем чего мы уже достигли чего мы пока не достигли но какие шаги лучше предпринять для того чтобы к концу года закрыть наш план что можете посоветовать своим уже младшим коллегам которые хотят у вас работать я бы посоветовала не бояться рисковать и пробовать себя совершенно разных направлениях потому что многие часто приходят и хотят найти в какую-то конкретную практику чтобы заниматься допустим там корпоративным правом или наоборот вопросами недвижимости но как правило в университете практическим вопросам уделяется меньшее количество времени и на практике когда ты приходишь на стажировку в том числе в кмп у нас система ну получается стажировок cross practice то есть получается мы пробуем себя в различных отраслях и за время стажировки может измениться мнение наоборот понравится какое-либо другое направление поэтому стоит как бы пробовать себя в разных вещах для того чтобы найти себя и найти именно то дело которым тебе будет приятно и полезно заниматься всю жизнь практически ребят получается что все учитесь как вам удается совмещать работу в крупной юридической фирмы с огромным количеством задач при этом с учебой как фирма помогает с этим ну вот если начинать с конца то мне кажется у нас самый гибкий из возможных графиков на рынке в принципе мы можем буквально технически отработать так что просто указывает что ты в данный момент находишься на учебе не в офисе и ты спокойно ну мы попадаем на все необходимы нам пары лекции семинары и прочее с учетом того что алина николаевна допустим сама является преподавателем и многие из наших старших коллег преподаватель они прекрасно понимают важность обучения поэтому в целом наоборот компания очень проактивная даже сподвигает тебя присутствует на учебе не прогуливать и в чем заключается политика открытости и доступности руководства для сотрудников и ощущаете ли вы это на себе в принципе то что я могу заметить сравнить с опытом своих однокурсников допустим у нас отсутствует как таковая жесткая субординация что если у тебя есть какой-то вопрос ты можешь пойти так вот к человеку который на одну ступень выше чем ты да там если ты помощник юристов младшему юристу тебя есть к этот вопрос какая-то проблема которая требует срочного решения ты можешь дойти до партнера напрямую и сказать что вот у меня есть ну допустим недавно мне нужно было съездить в свой родной город чтобы подготовить необходимые документы и я напрямую пошел к партнеру и попросил удаленную работу и это не нет транзакционных издержек то что ты должен пройти через несколько ступеней чтобы получить какое-то разрешение что в принципе очень удобно можешь рассказать про свой опыт преподавания да начало преподавать также когда учился в аспирантуре но скажем так полноценным преподавателем я стал высшей школе экономики в прошлом году и преподаю я практические курсы то есть это на стыке скажем так науки и практики и идея в том чтобы преподавать магистратуре те дисциплины которые дают максимум буста практическим навыкам преподаю вышки сделки м на и и юридическое письмо но с максимальным упором на те кейсы прецеденты ситуации которые у меня были в практике поэтому я вот грубо говоря делюсь опытом с ребятами которые вот сейчас учатся слушать это очень важно интересно потому что университете обычно не хватает практики до факту они получают знания на других предметах и в рамках обучения на бакалавриате и магистратура конечно должна быть более практика ориентированы и кстати говоря исходя из этого возникла идея у меня совместно с моим научным руководителей ирина сергеевна и шиткиной добавить практический курс в магистратуру корпоративное право в мгу поэтому со следующего года я также буду преподавать практическую дисциплину и на этой магистрской программе как ты считаешь как и самое главное какие качества и soft skills нужно развивать студентам чтобы потом успешно прийти на работу и успешно работать soft skills это вот широкая категория и я считаю что soft skills они ну наверно составляют 50 процентов успеха юриста другие 50 процентов очевидно это hard skills то есть одно без другого достаточно тяжело представляется в рамках успешной карьеры это должно быть это это но то что может делать каждый студент и на самом деле каждый практикующий юрист это тренировать заставляет себя если это неприятно общаться общаться и расширять круг своих знакомств да то есть на самом деле студентам можно порекомендовать одно все те ребята которые сидят рядом с вами это будущие кто-то большой начальник тот партнер кто-то чиновник да но в любом случае они будут занимать какие-то позиции в будущем вам будет полезно поддерживать отношения в течение всего периода роста и вас и ваших будущих коллег это наверное самый полезный совет который я могу дать молодым ребятам то есть общайтесь поддерживайте контакты освежайте их не забрасывайте их и никогда не останавливайтесь на той мысли что вот я юрист я работаю с документами и все на этом . мы на самом деле как юристы очень много работаем с людьми и иметь нормальные человеческие отношения с широким кругом это очень важно